Съемочная группа главного эфира приехала в Жодино, чтобы провести любопытный эксперимент. На один день я сменю профессию и из корреспондента агентства теленовостей переквалифицируюсь в швею. Посмотрим, удастся ли мне сшить хотя бы одну маску, пока я в этом не уверена, потому что шить я не умею. Ну что, эксперимент начинается. Действительно, на предприятиях, входящих в структуру концерна Беллихпром, как государственной формы собственности, так и частной, были и остаются ряд вакансий по различным профессиям. Если взять по рабочим профессиям, то это ткачи, прядищики, та же швея, она все равно спрос на нее как был, так и остается. 300 как минимум человек мы готовы сегодня взять, вот просто вот взять, поставить к самку, и даже не обязательно по профильному, по квалификации, мы готовы сегодня обучать на рабочем месте. Работать я буду во втором швейном цеху, и как у всех учеников, у меня будет инструктор Татьяна Третьяк. Мне дали инструкцию по охране труда для швеи. Вот. Все читаем, потом расписываемся в журнале. Вы еще должны одеть что? Форму, правильно. Да. Вы должны спецодежду одеться, косынка, тапочки и калат. И потом уже вы приступаете к работе. Вот такой вот у меня наряд, такой же халат у каждой швеи, обязательно косынка, ну и удобная обувь, это тоже было обязательным элементом всей униформы. Так что идем работать. Пойдем. Вот моя рабочая миссия. Ну, вы можете присесть. Сегодня мы попробуем сшить для начала вот такую маску. Вы сейчас их производите, я так понимаю, довольно много. Сколько в день должна сшить швея хорошая таких масок? 240 масок. 240 масок. Ну, я попробую хотя бы парочку сделать. Первый шов. Начинаем. Полчаса за машинкой, и я вам скажу, что это реально сложно. Нитку, шов, иголку, все должно быть ровненько. Очень сложно, на самом деле. Моя первая готовая маска. Шов первый пошел не очень хорошо, но второй пошел как надо. Я уже немного подустала, мне кажется, пора сделать перерыв. Пойдем на обед. Татьяна, что обычно швеи едят на обед? Первая, у нас всегда разные ступы, кашки, пирожками балуемся. Возьмем такой салат. Давайте рыбу с помидорами. Гречка. Давайте гречку. Посмотрите, что у нас получилось. Посолевый суп, салат с капустой, гречка, рыба, пирожок с повидлом и компотт. После обеда, который у швеи длится всего 30 минут, возвращаемся к работе. За швейной машинкой я нахожусь уже час, и вот за это время мы сделали столько масок. На самом деле, для настоящей швеи это просто минимальное количество. Я, конечно, не укладываюсь в норму, но свои успехи я тоже сделала. Первые маски получились хуже, швы были не очень ровными, а вот последние уже намного лучше. И под конец рабочего дня я услышала профессиональный вердикт от инструктора Татьяны. Как ученица хорошая, можно брать вас в ряды наших швеей. Так что я предлагаю, можете ей остаться. Вот так вот. Финальный стежок в этой швейной истории поставил художник-модельер-светанка Михаил Мытник. Сегодня вы полностью отдали свой день одной из, наверное, сложнейших профессий, профессий швей. И для того, чтобы вы запомнили этот день, наверное, на всю свою жизнь, мы разработали специально нашим отделом маски с вашим фирменным логотипом, чтобы агентства телевизионных новостей носили и вспоминали нас в эти, наверное, сложные дни, но при этом все-таки как-то скрасить за счет хотя бы цветовой гаммы, которую мы предлагаем вам. Спасибо. В главном эфире эксперимент для вас провели Надежда Сербаненко и Андрей Городобоев. Субтитры создавал DimaTorzok